Друзья, всем привет! Часть сегодняшнего урока я хочу посвятить ответам на ваши вопросы. Меня попросили поподробнее остановиться на слоге хи и хо, в чем разница, как они звучат, чем они отличаются и как используются. Давайте я вам сразу покажу в чем разница и как их использовать. Итак, слог хи. Здесь очень удобно играть мелкую технику, верхний регистр и все достаточно близко, компактно все звучит. Выглядит от этого следующим образом. Ш-ш-ш. Ш-ш-ш. Ш-ш. Ш-ш-ш. Ш-ш. 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 Такая мелкая, очень приятная, лёгкая игра. Слок-хо более объёмный звук, более трудно издаваемый. Но он очень подходит для игры кантилен, баллад джазовых, красивых. Показываю. Получается слог хи-хо-хи-хо. Не уверен, что микрофон моего старенького айфона по имени Геннадий передаст всю красоту слога хо, но я постараюсь вам это показать. Такой широкий, большой, приятный очень звук. На нём очень хорошо играть баллады, кантилены какие-то. Но этот звук сильно проигрывает в технике, этот слог сильно проигрывает в технике слогу хи. Потому что хи вы делаете пасть меньше, у вас получается мало воздуха, язык наверх, хи. И хорошая, получается, техническая база. Как-то так. Ещё один очень важный вопрос, который мне задавали в соцсетях по поводу ежедневных упражнений трубача. Дело всё в том, что это очень индивидуальная история, и надо подходить всё-таки не так глобально, как вот есть какой-то вот некий список упражнений, которые я ежедневно должен делать, более гибко, в зависимости от той ситуации, которая сейчас у вас происходит. Если у вас, например, много работы, много репетиций и большая нагрузка, то, в принципе, достаточно 15-20 минут каких-то лёгких упражнений, чтобы привести аппарат в чувство с утра. И дальше уже идёт эта работа. Если у вас есть время, чтобы позаниматься, это другой вариант разминки. То есть нужно очень хорошо понимать, в каком состоянии вы сейчас находитесь, что вы сейчас делаете и для чего вам всё это нужно. Ну, грубо говоря, если вы находитесь на отдыхе, у вас нету много работы, и вам просто нужно поддержать форму, чтобы потом не учиться заново. Потому что, как вы знаете, труба не прощает каникул. Достаточно не позаниматься там несколько дней, и можно потом очень долго восстанавливаться и приходить в форму, которая была до этого. Поэтому я ещё раз повторяю по поводу ежедневности занятий. Но занятия бывают разные. То есть можно достаточно часа-полутора в день, чтобы просто поддержать форму, если вам действительно не хочется ничего сейчас делать, заниматься. В данный момент вам неинтересно, что-то у вас пошло по-другому. Но час-полтора в день вам нужно потратить на какие-то занятия, которые просто будут поддерживать вас в форме. Эти занятия для всех разные. Для кого что, ну что называется, у кого что болит, то то и лечит. Если у вас проблемы с аппаратом, то можно посвятить эти вот ежедневные розыгрыши к педальному регистру формирования звуковой щели. Если у вас проблемы с верхним регистром, вы хотите освоить его, то надо обязательно посвящать ежедневные свои занятия освоению новых горизонтов третьей октавы и четвёртой тоже. Это действительно очень индивидуальная история, и нужно смотреть, что у вас в данный момент происходит. Книг, посвященных ежедневным занятиям трубача, огромное множество, начиная от школы Арбана, системы ежедневных упражнений Тимофея Дакшисера, очень неплохая книжка. Упражнение Герберта Кларка очень хорошо подходит. То есть очень много информации в интернете. Поищите для себя то, что вам действительно помогает. Фактически только вы сами сможете разобраться, действительно, какие упражнения вам помогают привести себя в чувство. Самих книжек по поводу ежедневных упражнений огромное количество, поэтому выбирайте такие, какие вам подходят. Очень важен индивидуальный подход. Ну и вдогонку к предыдущему уроку покажу ещё несколько упражнений на развитие слога ХИ и на развитие слога ХО. Мы с вами делали, помните, на прошлом уроке ХИ-ХИ-ХИ-ХИ-ХИ. А теперь мы добавляем гамму туда. ХИ-ХИ-ХИ-ХИ-ХИ-ХИ-ХИ-ХИ-ХИ-ХИ. Обязательно нужно делать ХИ-ХИ-ХИ-ХИ-ХИ-ХИ-ХИ-ХИ. ХИ-ХИ-ХИ-ХИ-ХИ-ХИ-ХИ-ХИ-ХИ-ХИ-ХИ-ХИ-ХИ-ХИ-ХИ-ХИ-ХИ-ХИ-ХИ-ХИ-ХИ-ХИ-ХИ-ХИ-ХИ-ХИ-ХИ-ХИ-ХИ-ХИ-ХИ-ХИ-ХИ-ХИ-ХИ-ХИ-ХИ-ХИ-ХИ-ХИ-ХИ-ХИ-ХИ-ХИ-ХИ-ХИ-ХИ-ХИ-ХИ-ХИ-ХИ-ХИ-ХИ-ХИ-ХИ-ХИ-ХИ-ХИ-ХИ-ХИ-ХИ-ХИ-ХИ-ХИ-ХИ-ХИ-ХИ-ХИ-ХИ-ХИ-ХИ-ХИ-ХИ-ХИ Звучит музыка. Вот это упражнение поможет вам очень правильно играть легато, чтобы оно было такое... Ну вот смотрите, без хи легато... Ну достаточно рыхлое такое и не конкретное в некоторых местах. А вот теперь с хи. Оно такое более... более что ли собранное, более управляемое. То же самое можно делать и с хо. Хи-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Вы сразу почувствуете, насколько труднее делать эти переходы с открытым слогом хо. Но он дает очень богатое, широкое, богатое красочное звучание. Хи-хо-хо-хо-хо. Хи-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Хи-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Вот как-то так. Следующее упражнение полезно для правильного формирования звуковой щели, правильного формирования амбушюра и мышечной активности. Губы. Называется это упражнение «Скользящие гаммы». Ваша задача без участия клапанов понизить ровно на полтона ноту, которую вы играете. Выглядит это в следующем образом. То есть, оставаясь на слоге «Хи», вы делаете «Хи-хи-хи-хи-хи-хи». «Хи-хи-хи-хи» В этом упражнении очень важно следить за тем, чтобы язык все время находился наверху и за тем, чтобы горло было расслаблено. Слог «Хи-хи-хи-хи-хи» без напряженного горла. Как бы вот это вот положение горла и там же слог «Хи-хи-хи-хи» С таким же положением горла, с таким же положением кодыка. То есть у вас должно складываться ощущение, что вы нажимаете эту ноту нижнюю пальцем. То есть если... Должно быть полное ощущение того, что вы нажимаете эту ноту пальцем. Она должна строить, она должна быть качественная. Она должна строить, она должна быть качественная по звучанию. Должно быть красиво. Должно быть красиво. И позволит правильно настроить звуковую щель и правильно настроить мышцы амбушюра. Все упражнения, которые я показываю, необходимо играть на весь диапазон инструмента, которым вы в данный момент обладаете. Не надо стараться прыгнуть выше головы, тем более, что это невозможно. Делайте то, что у вас получается, но делайте это уверенно, красиво, чисто, получая удовольствие от игры на трубе. Еще несколько вариантов использования штриха хи-и и наоборот, и-хи. Можно играть вот это вот упражнение. И-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи. Либо хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи. Сейчас я вам покажу. Это вот то, что касается слога хи-и-хи-хи-хи-хи. То есть можно его чередовать, можно делать и-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи. Можно делать наоборот. Хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи. Попробуйте, будет по-разному звучать. Смотрите, так звучит. И-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи. А так будет звучать хи-хи-хи-хи. Не знаю, слышна ли разница через мой старенький Геннадий, но вот когда вживую ты слушаешь, даже когда ты играешь вживую, и на записи, и когда играешь вживую, это очень слышно. Ну и напоследок давайте затронем тему скольжения, жима и губного легата. Все в одном. Вот мы с вами делали упражнение скользящую ганну, да, теперь дополним ее скачком вниз еще. Смотрите, как это выглядит. То есть для тех, кому сложно сразу сделать скачок точный в ноту до, да, в квинту, можно сначала попробовать немножко вот это вот, побаловаться тогда. Почувствовать движение челюсти, почувствовать, как изменяется звуковысотность, почувствовать, что меняется во рту, какие мышцы в этом участвуют. И потом сделать немножко больший скачок челюстью, и нота перескочит на квинту вниз. Почувствовать движение челюсти, почувствовать, как изменяется звуковысотность. И потом развивая, то есть можно уже убрать будет эти полутоновые сдвиги и заняться уже конкретно квинтами на губном легата. И так же Cordем, опять же!" Обязательно, когда делаете квинты на губном легате и любые другие интервалы, нужно их соединять внутри хроматической гаммой или обычной гаммой, какой вам удобней. И потом можно приступить к освоению упражнения, которое называется ручеек. И доводите до той скорости, которая вам в данный момент получается. Отработав все интервалы по отдельности, кварты, отдельно квинты, отдельно большие терции, малые секунды, вы можете приступить к соединению этих интервалов в упражнение ручеек. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА